И спросил его некто из начальствующих Он подходит к Иисусу Христу и спрашивает «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог» Я уже объяснял как-то, отвечая на вопрос Почему Христос так ему отвечает Потому что этот юноша допускает двойственность Он понимает, что благим можно назвать только Бога Но он не решается открыто Христа назвать Господом Поэтому он употребляет двойственность «Учитель благий» Он как бы заувалированно говорит «Учитель, да, я знаю, что ты божественный учитель» Но я скажу так, как скажу Двойственность подводит очень многих людей Нельзя служить Богу и мамоне Нельзя сидеть на двух стульях и так далее Человек должен быть цельным Особенно христианин У которого да-да, нет-нет А все, что сверх этого, отлукаво Итак, задан вопрос Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечно? То есть, что я со своей стороны должен сделать, чтобы наследовать жизнь вечно? То есть, это не вызов Богу Спаситель – только Бог Но как я могу поучаствовать В деле собственного спасения Понимаю, что спасение, конечно же, зависит только от Бога И читаем Иисус сказал ему Что ты называешь меня благим Никто не благ, как только один Бог Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй Не убивай, не кради Не лжесвидетельствуй Почитай Отца твоего и Матерь твою То есть, Христос отвечает на вопрос А что мы должны делать? Неужели наше спасение Пассивно С нашей стороны То есть, мы ничего как бы Не можем сделать Никакого участия принять в собственном спасении А активная позиция только от Бога Да, наша человеческая праведность Она всегда пассивна По отношению к божественной праведности Которая активна Она отменяется нам в праведность Праведность Христа Но даже наша пассивная праведность Если мы стараемся что-то исполнять Она угодна Богу Поэтому Христос обращает внимание этого человека На заповеди Не прелюбодействуй Не убивай Не кради Не лжесвидетельствуй Почитай Отца твоего и Матерь твою Он же сказал Все это сохранил я от юности моей Опять вот пример Блестящего В нравственном смысле Молодого человека Который не растлился От дней юности Все сохранил Не прелюбодействовал Не убивал Не крал Не лжесвидетельствовал Почитал Отца и Мать Прекрасный молодой человек Украшение любого прихода Услышав это Что он все сохранил От юности Своей Иисус сказал ему Еще одного не достает тебе Все что имеешь Продай и раздай нищим И будешь иметь сокровища на небесах И приходи следуй за мной В других Евангелиях сказано Что когда Юноша сказал Что все это я исполнил От дней юности своей Христос его возлюбил За такую чистоту А вот то что Христос Предлагает далее Это не путь спасения Это путь совершенства В других Евангелиях Мы это видим Христос говорит А если хочешь быть Совершенным Еще одного не достает тебе Все что имеешь Продай и раздай нищим И будешь иметь сокровища На небесах И приходи следуй за мной Но в любом случае Если мы берем все достижения Юноши И предположим Плюс он бы раздал Все что имел Он бы сам Спасение для себя Не обеспечил этим Потому что мы кто-то Или что-то во Христе И мы никто Ничто Вне Христа Человек не может спасти себя Ценой Временной жизни Приобрести Вечное спасение Это несоизмеримые вещи Не будем повторяться Приходи и следуй за мной То есть еще надо Идти за ним За Христом Он же Услышався И опечалился Потому что Был очень богат На самом деле Христос призывает Этого юношу С блестящими Нравственными качествами Стать апостолом Пойди раздай Все что имеешь Приходи И следуй за мной Некоторым людям Он отказывал Следовать за ним А здесь Он призывает Этого юношу И до апостольского Статуса Был один шаг Но он не решился Сделать этот шаг И в этом Проблема этого человека Блаженный Феофилак Пишет Как Любостяжательному Начальнику Господь Обещал сокровища На небесах Однако ж Он не внял Ибо был рабом Своих сокровищ Поэтому я печалился Услышав Что Господь Внушает ему Лишение имущества Тогда как Он для того И вечной жизни Желал Чтобы при Большом обилии Богатства Ему Плюс и жить Вечно Скорбь Начальника То есть Это юноша Был начальствующий Показывает Что он был человек Благонамеренный А не злой хитрец Ибо из фарисеев Никто никогда Не печалился А скорее Они ожесточились Не безызвестно Мне Что великий Светильник Вселенной Златоуст Принимал Что юноша Сей Желал Истинной Вечной Жизни И любил Оною Но одержим Был Сильной Страстью Сребролюбием Однако Ж Не Неуместно И Предложена Теперь Мысль Что он Желал Вечной Жизни Как человек Любостяжательный То есть Он хотел и Здесь Прожить Неплохо И там Наслаждаться Вечными Красотами Небесной Жизни Человек имеет Право На счастливую Жизнь Не только На небе Но и на земле И надо Сказать Что в целом Наша жизнь Так и складывается Господь Заботится О нас Он всегда Помогает нам Не только В разрешении Духовных Проблем Вопросов Но и Проблемы Вопросов Физического Характера И Собственно Говоря Отцы Допускали Что человек Может Оставаться Богатым Всю жизнь Но при этом Обрести Спасение Если он Не является Рабом Собственного Богатства Как Фарисей Являлся Рабом Собственного Самомнения При всех Своих Положительных Нравственных Качествах И далее Мы читаем Иисус Видя Что он Опечалился Сказал Как трудно Имеющим Богатство Войти В Царствие Божие Ибо Удобнее Верблюду Пройти Сквозь Сегольные Уши Нежели Богатому Войти В Царствие Божие Игольные Уши В то Время Это Ворота В Иерусалим Которые Не закрывались Даже Ночью Но Это были Такие Маленькие Ворота Между Двумя Огромными Камнями И Протиснуться Туда Можно Можно Было Верблюду Если С верблюда Снимали Всю Баклашу Причем Намазывали Его еще И Бараньим Жиром И Можно Было Протолкнуть Верблюда Ворота Назывались Игольные Ушки Потому Что Трудно Было Туда Протолкнуть Верблюда Человек Мог Пролезть Но Тоже Без Какой-то Большой Баклажи То есть Исторический Контекст Понятен В общем-то Речь Не идет О иголке И Вот мы Пытаемся Там Верблюда Засунуть В игольное Ушко Это был бы Очень такой Непонятный Пример На самом деле Нет Речь идет О Конкретных Воротах Которые Были И они Были Известны В те Времена Они Описаны Но Готов Ли Человек Отказаться От этой Баклажи Готов Ли Он Поставить Интересы Вечной Жизни Выше Всего На первое Место Как сказано Ищите Царствие Божие И славы Его Остальное Все приложится Прежде Всего Ищите Царствие Божие Славы Его Остальное Все Приложится Здесь Вопрос Не О Богатстве Или Его Отсутствие Нищий Может Легко Попасть В ад Так же Как И богатый Речь Идет О том Выстроили Мы Правильную Иерархию Ценностей Что У нас На первом Месте Что На втором На третьем И на четвертом И И Поудобнее Верблюду Пройти Сквозь Гольные Уши Нежели Богатому Войти В Царствие Божие Слышавшие Сие Сказали Кто Тоже Может Спастись Но Он Сказал Невозможное Человеком Возможно Богу Действительно Мы Никогда Не Избавимся От Всех Наших Привязанностей Наши Привязанности Могут Носить Сугубо Религиозный Характер Я По-моему Рассказывал И не один раз Когда я Готовил Беседы На Апокалипсисе В свое время Я подумал А вот Если Конец Света Если Все Проваливается А куда Денется Моя Библиотека А куда Денутся Мои Иконы А Куда Денутся Облачения Кресты Неужели Все Это Сгорит Вообще Тотально О Храмы Наши О Мощи Святых Иногда Мы Превращаем Привязанность В общем-то К нужным Вещам В Некую Страсть И В Добротолюбие Есть Такой Пример Когда Один Монах Пришел К старцу И говорит У меня Вот есть Любимая Духовная Книга Я ее Все время Читаю Она мне Помогает Но Она Очень Поистрепалась Можно Я ее В переплеты Дам Я хочу Чтобы Такой Переплет Был Серьезный Старец Посмотрел На него И говорит Ни в коем Случае Ни в коем Случае Он увидел Что это будет Такое Чувство Маленького Духовного Превосходства Над другими У всех Потрепанные Молитвенники У меня Закладочками Все как Положено Конечно Путь Монашествующих Это не путь Мирских Людей Но Мирские Люди Сталкиваются С искушениями Другого Характера И Преодолевать Их Бывает Тоже Достаточно Сложно Преодолевать Преодолевать